Привет, друзья! С вами Маргарита, и сегодня я хочу показать вам свой дизайн-посылочку от Scrap Ego. Посмотрите, сколько здесь у меня всего интересного. Есть новинки, это патины, новые оттенки винтажной пасты. Также заказала себе алкогольные чернила и перламутровые алкогольные чернила. Давайте с них и начнем. У меня есть вот такая вот пластиковая палитра алкогольных чернил, которую я тестировала вместе с вами в прошлый раз. Мои прошлые дизайн-посылочки. И здесь же я продолжу тестировать свои новые оттенки. Кстати, для удобства я капельку капнула на каждую крышечку. Так, мне удобно хранить. Сразу видно, какой цвет в баночке. Удобно использовать. Вот, ну а сейчас протестируем на пленке. Оттенок довольно верблюд. Следующий. Сонное болото. Зелёный фонарь. Еловая ветка. Мраморное море. Мечта вампира. Виолетта. Блэкджек. Белая зависть. И перламутровые оттенки. Их перед использованием надо хорошенько потрясти. Розовая мечта. Голубой вертолёт. Нити жемчугов. Майский жук. Блеск. Гранд Каньон. Красивый медный оттенок. Вот такие вот алкогольные чернила. Отложу их пока в сторону, чтобы они подсохли. Так, и теперь протестируем новинку патины. Это чернила также на спиртовой основе, только имеют в конце матовый финиш. После высыхания они полностью матовые. Тоже их предприменением надо хорошенько потрясти. Давайте протестирую здесь же, чтобы вы видели разницу между матовыми оттенками и обычными оттенками алкогольных чернил. Такими вот акварельными. Лунный свет. Зимний сад. Персидский залив. Венский вальс. Дикий хмель. И млечный путь. Теперь отложу подсохнуть. И посмотрим потом, как они будут себя вести после высыхания. Ну вот, мои выкрасы подсохли. Давайте покажу вам их поближе. Ну вот, смотрите, какая разница между матовыми патинами и обычными алкогольными чернилами. Матовые меньше растекаются. И имеют такой вот бархатистый финиш. Потому что камера мне не хочет совсем их передавать. Сейчас попробую поднести поближе. Вот перламутровые оттенки. На белом их видно хуже. Давайте покажу на руке. Вот, смотрите, как они сразу заиграли интересными оттенками. Розовый, голубой, жемчужный, зеленоватый и блестящий такой вот оттенок. Тоже белый. Он похож на жемчужный, но лучше сияет, сильнее переливается. Вот медный оттенок. Так, ну и вот патины. Видно на черном они тоже хорошо смотрятся. Вот они чем-то по своему финишу напоминают меловые краски. Но растворяются таким же растворителем для алкогольных чернил. Вот, и прекрасно смешиваются с алкогольными чернилами. Можно добиваться каких-то интересных оттенков. Давайте продолжим тестировать дальше. Теперь посмотрим на мои новые винтажные пасты. Для этого я подготовила такую основу. Трафарет. Так, и начнем. Первая магия заката. Вот такая вот насыщенная сиреневая паста. Следующий оттенок. Бегущая по волнам. Это вот такой нежный голубой. Дальше поющие в церновнике. Красивый мятный оттенок. И последний оттенок. Вот такой вот красивый. Писташковое парфе. Ну вот, смотрите, какие оттенки. Вот такие вот интересные пасты винтажные. Вот, кто не знает, у них внутри песочек. Поэтому они дают такую вот текстуру интересную, похожую. На немножко потрепанную временем. Так, вот у меня тут еще сохранились оттенки с предыдущего моего обзора. Вот. Попробую приблизить, чтобы вы посмотрели на текстуру. Вот, посмотрите, какая интересная текстура. Оставлю подсыхать. И давайте посмотрим, что еще ко мне пришло. Вот такие вот спреи. Зеленый чай. Черная кошка. И мокка. Спреи уже открывать не буду. Здесь, вы видите, у них есть оттенки на крышечках. Дальше. Это клей универсальный и клей-скотч. Меловые краски. Вот у меня 7 оттенков. Вот меловые краски. Давайте попробуем, протестируем на вот этой вот крафт-бумаге. И также у меня вместе с меловыми красками новинка. Это красочка металлик. Металлик с перламутром. Называется бриллиант в золоте. Вот тоже ее протестируем. Вот давайте с нее и начнем. Красочки, смотрите, они запаяны фольгой. Вот такой вот красивый металлический золотой оттенок, блестящий. Дальше. Меловая краска оливковая. Следующая шоколад. Белая. Дымчато-серая. Мятная. Сливовая. И кремовая. Вот так же здесь давайте еще протестируем два лак-акцента крокелюрных. Вороновое крыло и разбитое стекло. И еще здесь же хочу протестировать крокелюрные гели. Белый и черный. Ну вот, пускай оно подсохнет, а я пока закрою все баночки. Ну вот, краски подсохли. Давайте посмотрим поближе. Вот такие вот меловые краски. Лаки-акценты крокелюрные. Вот здесь видно трещинки. Черный и прозрачный. И вот здесь вот гели крокелюрные. Белый и черный. Посмотрите, как сияет металлик золота. Это называется бриллиант в золоте. Вот, и матовые оттенки меловых красок. У них финиш такой же матовый, бархатистый, как и у патины. Вот смотрите для сравнения. Да, единственное отличие, конечно, то, что меловые краски на водной основе, а патины на спиртовой. Вот такая вот дизайн-посылочка ко мне пришла от Scrapago. Я думаю, вам интересно было сделать со мной эти выкраски. Ну и, может быть, вам будет проще сориентироваться в магазине. На этом у меня все. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok